В качестве, став тренером, к тебе применяются совершенно другие требования. Здесь Бергускони говорит, что мы очень довольны Аллегре, в том числе и тем, как он представляет клуб в связях с общественностью. Это, кстати, момент, который во многом, наверное, должны учитывать и наши российские футбольные клубы и футбольные люди. Потому что для Бергускони то, как Милан выглядит в глазах масс-медиа и, соответственно, в глазах тифози, это, я думаю, что половина капитализации всего клуба. Ну, вообще, Милан в этом плане отличается. Скандальность, Милан-Брент и Милан-команда, которая пользуется уважением у любого болельщика, неважно, Ювентини, Интерист, Милан просто уважаемая команда, скажем так. Да, и поэтому не давать возможность раздевалке взорваться, это первая задача тренера Милана, которая есть. А ты знаешь, что итальянские журналисты, они очень охочи для скандалов, и поэтому, если хоть какая-то искра пробегает между Паттой и Евраимовичем, это тут же выносится, как чуть ли не провал всей линии атаки на ближайшие несколько лет. Сгладить это, это и Голиане, и Олегриане молодцы. Дальше, по поводу игры. Здесь нельзя забывать, что у Милана футболисты ключевые, они подъехали в самый последний момент времени. И нельзя забывать, что ключевой игрок, с точки зрения организации красивой, атакующей игры, Пирло, с декабря месяца не играет. Тогда, когда Пирло вошел в форму, Милан показывал, в принципе, очень неплохой футбол. И это было в конце ноября, в начале декабря. И третий момент, что с точки зрения того, как Олегри работает с командой, очень показательный тот факт. Вот обратим внимание, Играимович в первую игру был дисквалифицирован, Милан получил тут же гол с углового. Это говорит о том, что... Это был первый гол у Милана с углового? Наверное, в сезоне не первый, я сейчас тебе с разом скажу, но если ты помнишь, до этого фактически опасных моментов с углового даже в игре с Тоттенхэмом практически не было. С игры, да, там Крауч мог оторваться чуть-чуть от защитника, но с Краучем бороться тяжело. Сложно, да. Да, как бы там ни было. Да, Играимович вряд ли бы стал бегать по ходу действия. То есть, скажем так, с точки зрения того, насколько щепетили на Олегре в выборе модели игры, это важный показатель. Поэтому я думаю, что ты прав относительно того, что пока игра Милана очень дискретна и очень неубедительна, но в следующем году, я думаю, что в Олегре больше будет возможностей работать. Вопрос, какими исполнителями. И здесь уже, наверное, или Аня будет думать об этом летом. Что же касается сейчас, то мы, собственно, о перспективах Интера говорили больше применительно к проблемам Милана. И поэтому получается, что фон очень понятный. У Милана есть проблемы, которые пока непонятно как будут решены. И опять же, даже если Милан вдруг забьет первым гол в дерби и одержит в нем победу, это еще не гарантирует ему с Кудетта при том турнировом раскладе, который есть сегодня. Но я по-прежнему, не то что убежден, но я по-прежнему думаю и готов даже поставить небольшие деньги, что Милан выиграет с Кудетта в этом году. Посмотрим. У нас очередная информационная пауза. Через несколько минут продолжим. Еще раз всем добрый вечер. Программа «Кальчевита» на Радио Спорт. Андрей Лаврентьев и Нобеля Рустамян в студии для вас. Говорим об итальянском футболе. Мы так об Интере сказали пару слов, а то так перешли с душой буквально к Милану. А между тем, Интер и болельщики Интера об этом с гордостью говорят. Команда, которая второй год подряд играет за Италию. Фактически всю в Лиге чемпионов Интер с огромным трудом прошел Баварию. И Интер достаточно уверенно играет в чемпионате. Мы, я помню, когда Леонардо назначали тренером, здесь так психистом говорили, что ну, пускай-пускай. Но ничего у них не получится. У Марати и Леонардо. Тем более, вся эта история с контрактом на полтора года. Но, опять-таки, нету Мауриньо, уволен уже Бенетас. Ты знаешь, у Интера появился стержень. Если мы в прошлом году говорили о стержне, который... Это был стержень Мауриньо. И, мол, с его отъездом все это исчезнет. То сейчас нет Мауриньо. Да, есть футболисты, работавшие с Жозе. Но, мне кажется, как-то Мауриньо заразил всю структуру Интера. Начиная там с президента. И Интер похож на себя. Ну, конечно, он не такой стильный, не такой сильный, как в прошлом году. Но какие-то есть задатки прошлогоднего Интера. Знаешь, у Интера появились победные традиции, лучше я бы сказал. Ну, да, возможно, так. Касательно стержня, не знаю. Понимаешь, если Интер раньше играл с логикой «можно, в принципе, и не побеждать», то сейчас он играет с логикой «не побеждать нельзя». И отсюда вот его возможности переломить даже ход не только одного матча, но и двухраундового противостояния, которое, очевидно, складывалось не в его пользу. Хотя Интер играл не хуже Баварии в Милане. Ну, наверное, играл хуже Баварии в первом тайме матча в Мюнхене. Но в этой ситуации даже больше честь ему за то, что во втором тайме он смог с какой-то вот статью и красотой опытного бойца спокойно перевести игру сначала от своей штрафной в центр поля, потом от центра поля к штрафной Баварии, а потом материализовать вот эти изменения в игре в два гола. Поэтому я думаю, что в этой ситуации Интер оказал себя классной командой, которая точно заслуживает быть в четверть финальной лиге чемпионов, но и имеет хорошие шансы продвинуться дальше. Что касается игры Интера, то я, собственно, по-прежнему скептически достаточно отношусь к тому, что мы наблюдаем, потому что игра Интера, она, в общем, так же то появляется, то исчезает, как и игра Милана. Может быть, она более выстроена, потому что у Интера линия нападения, там, это у Пацине, Снайдер, плюс поддерживающий их из полузащиты Камбьяса, вот, собственно, та основа, на которой игра Интера выстраивается. Ну и Майкон справа, который... Да, в этом плане очевидно, что атакующие действия Интера, они более убедительны, но менее убедительны защитные действия Интера, потому что в защите у Интера возникают большие вопросы, когда выходит Кордобе или Матерация, там вообще просто... А пожар настоящий. Настоящий пожар, да, то есть там, я смотрел там схему в Скай, когда закончился матч с Интером, как, собственно, случилось, что... С Брешей. С Брешей, да. Как Брешей получила пенальти. Ну, это большой пред Кордобе. Ну, ты понимаешь, там Мараноке и Матерация в этот момент, которые... Я, честно говоря, не смотрел, как могли на поле оказаться одновременно Кордобе и Матерация, я, честно говоря, не понял, это было... Там же травму кто-то у них получил, походу, играли еще, если не ошибаюсь. Поэтому там были такие замены, в результате чего Кордобе якобы должен был действовать на фланге, но подавался стандарт около штрафной Бреши, и поэтому там Раноке был на углу штрафной площадки, что он там делал, головой, что он там собирался играть. А Матерация был в районе вот этого полукруга, который штрафной. Естественно, там пошла контратака Кордобе, который стоял там где-то в середине поля, не успел за Эдером, по-моему. В общем, специалисты на Sky, конечно, были в неком удивлении от того, как вообще вот такого рода последние минуты, они как-то вообще отрабатываются, Леонардо, или просто нужно искренним футболом решать вопросы последних минут. Ну, понимаешь, вот я думаю, что Леонардо учится, он делает выводы, да, он все это тоже смотрит, он в этом смысле такой же трудоволе, как Мауринио, да, который готов был просматривать кассеты там чуть ли не днями. Поэтому очевидно, что прогресс какой-то в его работе есть, да. Но нельзя опять же забывать, что Леонардо так на тренерском уровне работает там даже не второй год, а год с небольшим, да. Поэтому с точки зрения выстраивания игры, мне очень будет интересно посмотреть, как будет выстроена гербия со стороны Интера и со стороны Милана. Потому что здесь вот как раз, знаешь, страсть с Леонардо сойдется с расчетом Олегрия. У Интера есть свои проблемы в центре обороны, у Милана есть свои проблемы, связанные с Ассоцием Ибраимовичем, по-прежнему не восстановившимся пирлом Бразилии. Я думаю, что шансы примерно одинаковые. Я думаю, что Милана очень на руку пауза, которая сейчас возникла в связи с играми-сборными. По двум причинам. Во-первых, это даст возможность прийти в себя после вот этого шока. Во-вторых, у Интера очень много игроков, которые разъезжаются в южноамериканские сборные. Да, Кордоба летит, самый классный. Кстати, мне интересно тоже, как будет выглядеть центр обороны. Видимо, там будут Киева и Ранокки, если Ранокки поправятся. Ну, просто советские меня сейчас просто обвиняют, что я Кордоба не объективен, но просто Иван, к сожалению, в последние годы реально сбавил. Слушай, ну там иногда есть такая рубрика в газете «Долоспорт», письма с места, вот, и отвечают на них различные редактора газеты «Долоспорт», два из которых там законченные интеристы. Значит, даже они вынуждены признать, когда там приходит очередное письмо о том, что этот Кордоба всегда сначала работал по Шевченко, поэтому Шевченко, типа, больше всего забил в своей карьере именно интер. А во-вторых, типа, как только он выходит, сразу начинаются большие проблемы. Но, с другой стороны, понимаешь, это футболист, который верен клубу, да, как и Марком Интерации, который, там, является вместе с Хавейером Занетти в три вот этих футболиста главными символами сегодняшнего интера. Поэтому, ну, как сказать, с символами надо обращаться бережно. Это правда. Ну, и говоря об Интере в контексте Лиги Чемпионов, ну, не знаю. Я, честно говоря, думаю, Интер имеет отличные шансы пройти шальки. Ну, это будет весьма логично. Но вот с английской командой Интер будет очень непросто. Я думаю, что Интер закончится выступление в полуфинале. Это, наверное, будет потенциал, потолок для Интера. Почему? То есть ты видишь финал, возможно, победу Интера в этом турнире. Или вылез в шальке, я не знаю. Не, ну, я вижу победу победителя другой сетки. Вот та, которая Барселона, Реал, Шахтер, Таттенхэм. Но, честно сказать, я думаю, что у Интера могут быть проблемы с шальки. Не все так очевидно. И если ты вспомнишь, у Интера как раз с командами типа, там, Вилья, Реала, Валенсия, всегда все было не слава богу. А вот что касается Интер против одного из английских клубов, очень было бы интересно посмотреть, например, там, второй раунд Леонардо против Фергюсона, потому что, как я помню, что в году Милан Фергюсону проиграл, выглавляемый Леонардо. А Леонардо против Анчелотти тоже прекрасно. Вот, поэтому я думаю, что шансы Интера, если он туда попадет, ну, не такие маленькие, скажем так. Ну, и потом, честно говоря, у меня вот игра Манчестер Иннета изучился, она как-то вот в этом сезоне впечатляет по стоку-по стоку. Ну, посмотрим. У Леонардо, у Челоттира будет очень интересная весна, и я искренне рад за болельщиков Интера, что у них будет такое количество футбола, классного, напряженного для них. У нас очередная информационная пауза, потом перейдем уже к командам, которые не столь не сильны. Итак, кальчувито продолжается. Наверное, самое время поговорить о туринском Ювентусе, потому что Юве выиграл. Это уже большое событие для Ювентуса, если брать этот год, потому что Ювентус, ну, просто трагедия у команды в 2011-м году. Я помню, Андрей, это прекрасно, помню, разговор, когда сказал, вот сейчас у Ювентуса выезд в Катань, если не ошибаюсь, в прошлом году, в Катанье, в прошлом году. Потом игра с Киево, дома с Ким-то Ювентус тоже должен был играть, там, с приличной командой. Да, с Лацио. И если, мол, Ювентус выиграет сейчас, хотя бы там, 7 очков наберет, то это уже претендент на место в Лиге Чемпионов. Ювентус выиграл два матча у Лацио и у Катани, причем с Катани был очень сильный футбол, очень сильный футбол. Была ничья с Киево, где Ювентус должен был выигрывать, по большому счету. И все, команда ушла в отпуск на третьем или даже на втором месте в Чемпионате Италии. Ну, наверху, скажем так, таблицы. В 2011-м году Ювентус выиграл, по-моему, матч 4, в основном проигрывает одна ничья с Чизеной, куча травм очередные, все эти разговоры, забастовки, недовольства. Вообще, это какой-то бред уже, если честно, то, что буквально прошлогодняя ситуация, прошлогодняя. Поменялся президент, поменялся тренер, директор спортивный, поменялся полкоманды, но ничего кардинально, ничего не изменилось, если сравнивать с командой Феррары. Ну, в целом, я имею в виду. Те же провалы, в том же отрезке, те же огромное количество травм мышечных, которые есть чуть ли не у каждого футболиста по ходу чемпионата. И все та же бесхарактерность, которая присуща нынешнему Ювентусу. Ну, последнему там, которому 2-3 года. Ну, принципиальное отличие Ювентуса, который проводил 3 последних матчей прошлого года, от того Ювентуса, который стартовал в чемпионате, было в том, что команда начала выстраивать атакующую игру. И, в принципе, все вот эти 3 игры, ну, пожалуй, за исключением игры с Киева, но там мы помним, что был удален футболист в начале 2-го тайна. Но 2 игры с Катани и с Латсо Ювентусу проводил первым номером. И, надо сказать, доминировал, играл неплохо. И лучшими, пожалуй, в тех играх были Аквилани и Куэллиарелла. Вот, соответственно, проблема в том, что Куэллиарелла на третьей минуте Нового года, ну, первой игре Нового года, получает травму. И, собственно, вот то, что Куэллиарелла делал в нападении, забивал там совершенно непредсказуемые голы, то есть, собственно, мог сделать гол из ничего тогда, когда соперник бы этого не ожидал. Вот это у Ювентуса исчезло. Куда растворился Аквилани, я, честно говоря, вообще не очень понимаю. Я, в общем, всегда был не очень настроен к этому футболисту, оптимистичен. Но в Ювентусе, казалось бы, он начал обретать какой-то мужской характер. Не мускулы, просто не мускулы. Он стал определяющим игроком. Сейчас он, собственно, все это куда-то растерял. Тем удивительным, например, у меня было читать на этой неделе, что с ним решили продлевать отношения. Это еще не понятно, на каких условиях Ювентус будет договариваться с Ливерпулем. Но, в принципе, Ювентус хочет Аквилани оставлять. После того, как Ювентус проиграл две первых игры чемпионата этого года, ушло у Ювентуса ощущение того, что он действительно претендент на высокие места. Что странно, да, потому что вот мы говорили о Наполе сегодня. Наполе тоже получил удар судьбы вот недавно, да.